Глава региона побывал сразу на нескольких стройплощадках города. Волжан Абдишев ознакомился с ходом строительства жилья в Караганде, которым, к слову, остался крайне недоволен. Какие нарушения обнаружил Акимобласть, расскажет наш корреспондент. Это новый энергосберегающий дом по улице Ермекова, 9. Жилье возводят по госпрограмме для молодых семей. Строительство ведется по новым технологиям. Дом сэкономит до 20% на энергопотреблении. Это достигается за счет современных евростандартных окон, утепления чердака и углов здания, а также особой системы рекуперации отопления. Мы берем принудительно с улицы холодный воздух. Проходит он через обогревающие камеры и теплым подается в отверстие. А также происходит организация теплого воздуха, который идет на обогрев холодный. А это дом по соседству. Его строительство было приостановлено. Все дело в том, что специалисты, проводившие обследование здания, пришли к выводу. Дальнейшее возведение возможно лишь после укрепления несущих опор. Другими словами, подрядчики попросту некачественно выполнили работы. Причем недобросовестная строительная компания по-прежнему осуществляет свою деятельность. Ну вот посмотрите, что еще надо? Вон какая колонна первая, да и вот вторая, куда она ушла? Если мы весь 9 этаж перекрытия должны демонтировать, это же все нарушение? Если вы все в один голос говорите, что это нарушение строительных норм, за это же надо же отспрашивать. Давайте мы так это не будем заниматься. Что для этого надо? Вот эти все заключения возьмите. Вы сделаете соответствующие сюда отношения и надо принимать? Немедленно принимать. А это уже многоэтажки на юго-востоке. На два кредитных дома по проспекту Шахтера выделено в общей сложности более 8 миллиардов тенге. Сумма внушительная. Однако красивые фасады сменяют многочисленные недочеты в планировке. Глава региона жестко выразился в адрес проектировщиков. Как людям выходить, друг друга биться? Вот как вот одновременно выходить двух соседов? Я же это замечание вам делал еще на Эрмеку, а же Том Блокишев, а Петрович? Ну что за отношения? Кроме того, Баужан Абдишев побывал на стройплощадке в Майкудуке. По улице Бирюзова возводятся две пятиэтажки по программе «Доступное жилье-2020». Уже в этом году сюда въедут несколько десятков молодых семей. Ознакомился Акимобласти и с ходом строительства микрорайона «Шапагат». В завершении выездного заседания начальником управления и строительным компаниям глава региона дал ряд конкретных поручений.